Уважаемые коллеги, у нас в рамках пленарного заседания последний доклад «Понимание эмоций детьми или почему не прав Паскаль». Этот доклад сделает Понс Франциско, профессор факультета психологии Университета Осло, Норвегия. Уважаемые дамы и господа, я выступаю последним на пленарной сессии. У меня примерно 10 минут. Я хотел бы вам осветить, представить вашему вниманию небольшую презентацию. Первый раз я выступаю перед российской аудиторией. Это большая честь для меня. И я хотел бы в самом общем плане представить тему моего доклада по эмоциям и чувствам. Блес Каскаль говорил, что сердце и душа не подвластны разуму. Вот что-то в этом роде. Я не согласен с этим его постулатом. Поэтому я хотел бы представить свою концепцию по тому, как мы оцениваем эмоции, как мы сопоставляем эмоции с пониманием. И я думаю, что у меня, к сожалению, не будет времени на то, чтобы предоставить вашему вниманию новые данные, которые были аккумулированы за последние 2-3 года. И когда мы говорим о таком постулате, как эмоциональное понимание, мы исходим из того, что ребенок руководствуется базовыми эмоциями, социальными, комплексными, и также теми эмоциями, которые руководствуются другие люди. И эмоциональное понимание представляет собой контроль на уровне других людей и эмоций отдельного индивидуума. Существует некое декоративное утверждение, что мозг и развитие мозга связаны с эмоциональным аспектом. И таким образом вы выражаете свои эмоции, вы их поддерживаете, контролируете, оформляете в таком декоративном стиле. И это позволяет вам помогать окружающим в понимании вашего посыла, эмоционального посыла. Эмоции являются очень важным аспектом нашей жизни. И мы говорим о коммуникативной стороне развития эмоций в строгом смысле. Мы также говорим о понимании эмоционального контекста умственной деятельности. И существует ряд других терминов, которые мы используем. И когда я говорю об эмоциональном понимании, я имею в виду различных индивидуумов, которые понимают эмоциональное состояние другого человека. И когда он находится на одной эмоциональной волне с другим человеком, мы совместно с Полом Харрисом создали эту концепцию. Он представляет Гарвардский университет. И вот здесь представлен тест по эмоциональному состоянию. Здесь представлено 12 критериев определения эмоций. И именно ребёнок в состоянии распознать базовые эмоции. И он также понимает и различает такие эмоции, как счастье, как гнев, как зло, как страх, испуг. И также он понимает, что такое внешнее воздействие, что такое память, что такое желание. И мы можем управлять и регулировать на когнитивном уровне вот этими эмоциями. Мы говорим о социально-стратегическом контексте этого исследования. А сейчас, если вы улыбаетесь, это сионе означает, что вы счастливы в настоящий момент, у вас хорошее настроение. И в то же самое время мы можем испытывать два разных полярных чувства, например, гнев и радость, или беспокойство и тревогу, и улыбаться при этом. И это также исходит из практического опыта отдельных компонентов. Данное исследование было переведено на 26 языков, включая русский. Саша Деласко перевела эту книгу. Кстати, это пособие используется в различных клиниках, в различных научно-исследовательских институтах и образовательных учреждениях. Здесь представлены четыре основные картинки. Скажите, вы можете определить человека, который испытывает гнев? Просто попробуйте. Пока у нас здесь не представлены никакие символы или буквы, мы просто вопрос аудитории, задаем вопрос аудитории. Здесь также лисица за кустом укрылась, она должна охотиться на зайца. Но знает ли зайца, что за ним следит лисица из-за кустов? Здесь два существует ответа, что он знает или не знает. И дети также отвечают на эти вопросы, и они пытаются отразить чувство зайчика. Зайчика. Что чувствует зайчик? Как он на себя позиционирует? Либо он испытывает чувство страха, либо он чувствует себя совершенно вольный и спокойно. Чувствует ли зайчик, что лисица наблюдает за ним из-за куста? И когда зайчик начинает испытывать чувство страха, и дети в итоге понимают, что эмоционально зайц может быть настроен совершенно неправильно по отношению к той лисице, которая за ним наблюдает. 35 лет мы занимались этим исследованием, и я хотел бы сказать, что это исследование представляет понимание эмоций ребёнка от 2 до 7 и до 11 лет. И после 11-12 лет уже эмоциональное развитие не происходит. Обычно мы говорим о понимании образов, образов визуальных, и это касается рефлективного глубокого аспекта эмоционального восприятия. И вы видите на этой картинке, что происходит с развитием интеллекта ребёнка и эмоциональным развитием. Я хотел бы отметить три основных этапа развития эмоционального сознания ребёнка. Существует качественное, количественное изменение в развитии, и поскольку необходимо на более поверхностном уровне понимать эти эмоции, а затем уже представлять более глубокое исследование компонентов и аспектов выражаемых эмоций. Просто у меня не очень много времени осталось, я не могу об этом говорить подробно. Мы также проводили это исследование в разных странах. И в одном из исследований мы отметили эмоции детей, которые летают на дельтаплане в Перу. И эмоциональное восприятие этого действия. Существует несколько компонентов эмоционального восприятия, несколько этапов, качественных и количественных. Некоторые состояния весьма типичны, а некоторые имеют свои различия. На разных этапах развития ребёнка. Если вы наблюдаете за детьми в детском саду, два-три года этим деткам, на них может распространяться 20-30 терминов, связанных с выражением их эмоций. Существует также группа детей, которые настолько разговорчивы, что тут можно отметить большее количество эмоций. Это не значит, что другие дети вообще не разговаривают. Нет, просто всё это уже прослеживается на разных этапах развития, в частности, на раннем уровне формирования ребёнка. Здесь я хотел бы представить две крупные модели. Одна аффективная, а другая промо. И эти модели признают роль отдельного ребёнка как индивидуума. И в рамках первой модели здесь следуется язык, семантика, синтакс языка, прагматические аспекты уровня эмоций ребёнка. И также нарратив матери и родителей в целом очень важен для ребёнка, если она говорит достаточно ярким языком. Это также оказывает эмоциональное положительное воздействие на ребёнка. И в то же самое время ряд исследований показывает, что эмоциональные взаимоотношения между матерью и ребёнком как раз предполагают эмоциональное понимание и развитие непосредственно самого ребёнка как индивидуума. И эмоциональные потребности ребёнка также сказываются на матери. И на их эмоциональном взаимодействии. И если мы говорим о том, что мать высокообразована, у ребёнка тоже формируется более высокий уровень эмоционального восприятия. Почему так важно учитывать этот термин эмоционального восприятия? Потому что как ребёнок коммуницирует, как он формирует свои мысли, как он отражает эмоции, всё это отражается на его психологическом благополучии. Мы понимаем, что эмоции имеют такой смешанный характер. И есть низкий уровень депрессии, есть высокий уровень депрессии, есть более высокая сопротивляемость, травмам эмоциональным в особенности. И когда формируется вполне устойчивое эмоциональное взаимодействие, дети такого уровня имеют больше друзей, они имеют возможность коммуницировать со своими сверстниками и более спокойно и легко сходятся со своими сверстниками. И эмоциональное восприятие непосредственно влияет на его успеваемость в школьные годы. И такой ребёнок может регулировать свои эмоции, делать это более эффективно и разумно, и в позитивном аспекте, концентрируя своё внимание, и все необходимые навыки столь существенны для обучения. И ещё. Сколько у меня времени остаётся? Немного. Я буквально перескочу с одного слайда на другой. Давайте я представлю вам этот слайд. Мы находимся в России, и я думаю, что вы, скорее всего, заинтересованы в том, чтобы решить проблемы детей в школе и в дошкольном возрасте. Когда ребёнок пытается решить свою проблему, которые возникают в школьном коллективе, в позитивном ключе, что происходит? Многие дети получают преимущество и имеют определённое превосходство во взаимоотношении со своими сверстниками. Это тоже эмоциональный аспект. В частности, я проделала одно исследование, как акт коммуникации влияет на общую ситуацию и как эмоциональный фактор воздействует на эту ситуацию. И уровень эмоционального восприятия также сказывается на поведении ребёнка и на разрешении конфликтов. И мы видим, как изменяется поведение ребёнка, который хочет решить проблему, которая возникла с его сверстником. И ребёнок может руководствоваться низким уровнем эмоционального воздействия и восприятия, и он никогда не доминирует. А тот, у которого более высокий уровень эмоционального восприятия, получает явное превосходство. И вот как эмоции могут решить конфликт между сверстниками. И то есть эмоциональная составляющая, как мы видим, доминирует. И мы видим всё растущее количество различных исследований, и в детской среде, чтобы наладить эмоциональное восприятие. И не только в школе на уровне коммуникации, но также в детских садах. Мы и в Канаде работали, и в других странах. Мы пытались промотировать более высокий уровень эмоционального восприятия. И мы такую микс-модель представили, и это был такой пошаговый процесс. И мы попытались такое мягкое воздействие оказать на детей, чтобы помочь им в выстраивании своих взаимоотношений на более высоком позитивном уровне эмоционального восприятия. Паскаль был неправ, когда говорил, что дети только лишь понимают сами эмоции, а не причину возникновения этих эмоций. И всё это с возрастом формируется качественно и количество. И никак это не влияет на их психологическое развитие, социальный контекст и коммуникативные возможности в дошкольном и школьном возрасте. Мы должны всячески думать о том, как наладить более высокое качество эмоционального восприятия уже на уровне детского сада. Спасибо большое. Спасибо. Отлично. Спасибо. Спасибо.